Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Сколько мы проживем зависит от месяца нашего рождения Группа ученых провела весьма увлекательное исследование, которое привело к выводу, что продолжительность жизни человека может каким-то образом зависеть от месяца, в котором он родился. Если гороскопы стали уже привычной платформой для удовлетворения человеческих догадок, то подобные разговоры довольно свежи. Исследователи проанализировали данные о мужчинах и женщинах, которые приняли участие в эксперименте. С результатами такой работы предлагаем ознакомиться в этом ролике. Конец зимы, начало весны Люди, появившиеся на свет в феврале и марте, зачастую подвержены различным аллергическим заболеваниям. Все дело в том, что из-за недостатка витаминов зимой иммунитет беременной снижается. Помимо аллергии, дети, рожденные в конце зимы или в начале весны, не преуспевают в учебе в школе. Также люди, которые родились в этот период, могут страдать дисфункцией, щитовидной железы и некоторыми сердечными заболеваниями. Весна. Апрель-май. Эксперты говорят, что у рожденных в этот период людей ослабленная иммунная система. По их мнению, холодный сезон в апреле зарождает различные вирусные инфекции, которые продолжаются и в мае. Пожилой возраст принесет таким людям, возможно, проблемы с памятью, вероятность развития атеросклероза, деменции, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Очевидно, что такие проблемы вряд ли позволят им прожить достаточно долго. Начало лета. Солнечные люди, родившиеся в этот период, привносят в мир хорошее настроение и улыбки. Но с годами они вынуждены меняться. Когда речь заходит о болезнях, рожденные в начале лета могут оказаться в состоянии депрессии и испытывать проблемы в работе респираторной системы и мочеполовых органов. Однако есть и хорошие новости. Солнечные представительницы прекрасного пола редко жалуются на мигрень. А мужчинам повезло с позвоночником. Эту область боли должны проходить стороной. Середина лета. Ученые говорят, что люди, родившиеся в середине лета, могут прожить до глубокой старости. Тем не менее, мужчины предрасположены к артриту и астме, а дамы склонны к бронхиту и остеохондрозу. Конец лета и начало осени. Среди таких людей очень много аллергиков. Мужская половина может со временем начать жаловаться на тромбоз, чрезмерную утомляемость и проблемы в гормональной сфере. Сентябрьские женщины часто страдают от онкологических заболеваний. К счастью, таким людям не грозит депрессия, диабет, а также некоторые хронические заболевания. Осень. В это время рождаются люди, которые имеют все шансы дожить до глубокой старости. Беременные женщины обычно едят много фруктов и овощей, а из-за хорошей погоды они весь период беременности проводят на свежем воздухе. В октябре и ноябре рождаются дети с отличным здоровьем. Зима. Декабрь-январь. Многие матери в такой период переживают перемены в настроении, поэтому детки могут быть предрасположены к меланхолическому состоянию. Конечно, от месяца рождения мало что зависит. Образ жизни человека – это особенность, дающая ему возможность жить долго и счастливо. Человек сам решает, как жить и что делать с собой и своей жизнью. А что по этому поводу думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok